привет друзья такая вот у нас сегодня прекрасная погода час дня я еще и в джакузи залез прогреть свои мышцы ног суставы после двух дней подряд игр в воротах хоккей меня хорошо слышно потому что здесь сейчас шумят пузырьки шумят джакузи и водопад шумит но надеюсь меня хорошо слышно если у вас есть какие-то вопросы присылайте буду отвечать пообщаемся всегда рад с вами пообщаться вы это знаете ну что хочется сказать в начале в самом очень часто приходится слышать что люди ищут какие-то волшебные методики волшебные секреты какие-то тайны и в этом самом не находя никаких волшебных пилюль очень просто находят себе отговорки для того чтобы не тренироваться это друзья печально если вы хотите тренироваться хотите грамотно питаться нет никаких секретов поверьте чем проще вы подойдете к этому вопросу проще в плане не нужно искать каких-то супер чудодейственных методик секретов самый большой секрет это простоте не путать с простатой что это значит это значит что вам нужно ограничиваться минимальным количеством базовых упражнений нужно стараться есть как можно чище и придерживаясь вот этих двух простых правил вы сможете очень очень грамотно быстро что самое главное прогрессировать так что если говорить о каком-либо секрете тайне то это тайна того что не нужно ничего усложнять не нужно брать методики журнальных качков про атлетов не нужно изощряться диетами то что у вас есть под рукой то и кушайте если это не фастфуд если это не какая-нибудь другая дрянь любую простую пищу можете кушать ну что давайте будем отвечать на ваши вопросы как вы относитесь к методике спасок уходского друзья но как можно относиться к тому чего не знаешь единственное что я знаю о методике спасок уходского это то что он пропагандирует большие веса читинг если так тренироваться с самого начала то вы естественно убьете себя если так тренироваться постоянно на каждой тренировке вы сто процентов убьете себя вы же знаете как я отношусь к тренингу все это есть в моих статьях моих видеороликах и мне не хочется обсуждать кого-либо другого потому что просто изучая мои статьи мои видеоролики вы сами можете делать выводы о той или иной методике о том или ином тренере так что друзья давайте лучше сосредоточимся на вопросах которые вас интересуют конкретно не нужно переходить на личности ну что начнем вопрос мне тренер в зале говорит мол с большими весами мне не нужно работать чтобы сушиться нужно работать с маленькими весами в сетах я хочу ваше мнение услышать друзья кто хочет более подробно услышать об этом почитайте мои статьи на сайте HMGym.ru где я подробно описываю советы вот от таких горе тренеров я вам настоятельно рекомендую бросить этого тренера это не тренер это безграмотный человек почему объясняю обосновываю не бывает на самом деле тренировок на жиросжигание на жиросжигание на похудение мы можем с вами только грамотно питаться принципе любая тренировка это расход калорий это помощь вашему организму в создании дефицита калорий и что самое главное в удержании мышечной массы но давайте представим ведь мы с вами все натуральные атлеты натурально тренирующиеся люди особенно девчонки я уверен что девяносто девять и девять десятых процентов девочек которые смотрят меня не принимают и никогда не будут принимать никакие анаболические андрогенные стероиды так вот если вы будете держать диету если вы будете заниматься кардиоклассическим и при этом у вас силовые ваши тренировки будут многоповторном режиме то вы потеряете очень много мышечной массы для того чтобы грамотно и правильно худеть а конкретно избавляться от жировых накоплений сохранением мышечной массы силовые тренировки должны носить именно силовой характер когда вы стараетесь максимально удерживать силовые рабочие веса естественно с оглядкой на вашу диету потому что когда мы ограничиваем себя в калориях естественно мы с вами не можем сохранять те силовые показатели которые наработали в межсезонье но отчаиваться не нужно и нужно работать естественно вы можете дополнять такую силовую работу но не много повторкой что абсолютно неправильно вообще в принципе а дополнять такую работу необходимо тренингом на окислительные мышечные волокна опять-таки лучше всего это делать в периодизации у меня есть закрытая группа персонального тренинга где уже 172 человека нет ни одного недовольного все довольны и мальчишки и девчонки в отличие кстати от того когда я тренирую в живую или персонально онлайн два или три человека я уж точно не помню оставались недовольными в группе все 172 человека довольны поэтому если ваш тренер говорит вам что от силовой работы нужно отказаться пользу много повторки то я рекомендую просто аккуратно плавно распрощаться с этим тренером и еще раз говорю что вы все это можете почитать у меня на сайте не забывайте что скоро где-то в феврале выйдет моя книга вторая книга целиком и полностью посвященная женскому тренингу тренингу для девочек как питаться как тренироваться как с чего и начать как продолжать очень-очень много нюансов будет и по гормоналке и по инсулину и по взгляду на все это через призму менструального цикла ни в коем случае не пропустите книга будет очень недорогой по содержанию и очень довольно таки объемной переходим к следующему вопросу всегда придерживаюсь вашим советом а это не совет о это не вопрос спасибо большое это очень радует и мотивирует меня помогать вам в дальнейшем вот-вот тренируюсь без тренера тренируюсь только по вашим руководствам спасибо девчонки и мальчишки не забывайте что если вы хотите бесплатно вступить в мою закрытую группу или получить год персонального тренинга тоже абсолютно бесплатно есть сейчас перед новым годом и в январе это все будет продолжаться масса возможностей первый это придумать название для моей новой книги о женском тренинге а вторая и очень интересное это снять видео с тестовой тренировкой найдите ее и прислать мне на почту все кто пришлют тестовые свои тренировки бесплатно получат доступ в закрытую группу тренировок основанную на принципе различия мышечных волокон и строящуюся от этого периодизацию но то видео которое наберет больше всего лайков ваше видео тот человек получит отдельно год бесплатной онлайн поддержки от меня в плане вопросов питания вопросов тренинга и восстановления присылайте отдельно это будет конкурс для парней и отдельно для девчонок коротко скажу в чем заключается суть тестовой тренировки она очень и очень полезна будет для любого тренирующегося просто хотя бы для того чтобы определить насколько удачно ваша программа тренинга либо насколько удачно вы ее используете все очень просто 4 упражнения перед тем как пройти тестовую тренировку необходимо отдохнуть полностью от тренинга 3-4 дня и после разминки нужно выставить на штангу вес собственного тела для парней и 70-75 процентов для девчонок попытаться сделать один подход на максимально возможное количество повторений максимально возможное количество повторений присесть со штангой весом собственного тела записать эту цифру к примеру это будет 32 повторения одно повторение это одно очко зачем отдыхаете где-то 10 минут может быть кому-то понадобится больше и выставляете на штангу опять таки вес вашего тела если вы парень для девушек поменьше и работаете в жиме лежа также на максимально возможное количество повторений записываем полученную цифру это очки это количество баллов затем отдыхаете 10 минут и выполняете подтягивания уже просто с весом собственного тела на количество повторений и после 10 минутного отдыха заключительное упражнение это отжимание от брусьев так же как и в подтягиваниях на максимально возможное количество повторений друзья снимайте такие ролики присылайте мне на почту я все эти ролики буду выкладывать и победители получат шикарные призы а кто-то получит даже возможно от меня мою книгу с автографом ну что переходим дальше к вопросам если они есть болит спина подозреваю грыжу о девчонки и мальчишки по грыжам по протрузиям по болям в спине у меня больше всего статей видеороликов обязательно найдите у меня 5 мощных больших статей как я избавился от проблем с грыжей лечили лечили меня врачи 3 года мне становилось только хуже как избавиться от этого как предотвратить появление межпозвоночной грыжи межпозвонковой правильно говорить протрузии и вообще никогда не чувствовать боли в спине обо всем об этом у меня есть ролики есть специальная гимнастика необходимо делать экстензии в начале тренинга и гиперэкстензии в конце тренинга обязательно изучите без мрт вы никак к сожалению не поймете но начните делать мою гимнастику мои упражнения и уже через неделю вам станет гораздо легче и тогда какая разница что там у вас следующее а этот тренер в зале постоянно говорит что с большими весами тренироваться женщинам не надо и говорит что у меня и так то большие мышцы уже а чтобы подсушиться жирок убрать надо малым весами кроссфит режиме ну большой привет от меня этому тренеру тренеру дебилу кроссфит режим когда вы выполняете упражнения за упражнением подход за подходом без отдыха убивает вас убивает насмерть потому что подобный интенсивный тренинг если он будет реально супер интенсивным способен расщеплять мышечное волокно когда оно попадает в кровь потом попадает в кровь естественно в ваши почки и даже могут быть смертельные случаи друзья не спрашивайте меня что говорит ваш тренер изучайте мои статьи мои видеоролики все вопросы которые вы задаете очень подробно расписаны там все статьи есть на моем сайте hmgym.ru бесплатно и все ссылки на статьи тоже на сайте так как тренер вас запутал очень рада что вас в онлайн и имею возможность услышать конкретно на мой вопрос ваше очень важное мнение спасибо девчонки мне тоже очень важно иметь обратную связь вы знаете я на все вопросы отвечаю и ни один не пропускаю естественно если вопросы адекватные запишите этот эфир не могу дослушать дети мешают да я записываю все эфиры которые в инстаграм выкладываю и вы можете их все в любое время посмотреть на моем ютуб канале в отдельном плейлисте заходите на него всегда рад увидеть там ваш комментарий лайк или дизлайк понравилось не понравилось и обязательно друзья если вам нравятся мои ролики если вы хотите меня отблагодарить лучшей благодарностью для меня как для автора и как для тренера являются репосты ваши репосты моих статей видео роликов у себя в соцсетях следующий вопрос люблю кофе с молоком пить можно ли как часто и в какое время лучше друзья ну если я тоже сам люблю кофе и немножечко молока и делаю это во второй прием пищи либо в третий либо в четвертый но стараюсь не пить вечером а если и пью вечером кофе то без молока потому что молочка вечером не есть хорошо скоро выйдет а уже вышел ролик и не один у меня на ютуб канале посмотрите последний ролик о молочке там все очень-очень четко разжевано рассказано и это касается не только молока но и все всех молочных продуктов следующий вопрос становая тяга разве больше не на спину друзья становая тяга и приседания два упражнения при которых работает работают все наши мышцы какие только есть это два самых лучших самых мощных упражнения выполняя которые вы сможете построить себе очень хорошее тело и это лучше любого кардио во всех смыслах этого слова и для жиросжигания и для того чтобы сохранить улучшить мышечную массу для того чтобы просто ваши мышцы окрепли единственное все нужно делать грамотно с умом постепенно для этого я и выпускаю свои ролики статьи и книги где очень четко пошагово рассказываю как нужно начать тренироваться а как вступить в закрытую группу вам написать да напишите мне в контакт личку и я вам расскажу как это сделать как вы относитесь к жевательной резине друзья очень сложно ответить на этот вопрос старайтесь конечно избегать жевательную резинку говорят она не очень хороша для плом и что самое главное в основном там используют сахарозаменители что не есть хорошо это очень очень важно поэтому если выбираете резинки жевательные смотрите чтобы они хотя бы были там со стевией но ни в коем случае не берите со спартамом или еще с чем-то а в основном все жевательные резинки это спартам а хочу сказать что есть исследования в которых доказано что человек не страдающий диабетом не должен употреблять продукты для диабетиков сахарозаменители лучше уж есть сахар вы пробовали конину как к ней относитесь да пробовал очень очень хорошее мясо по крайней мере лучше чем жирная говядина но я пробовал действительно хорошую домашнюю конину меня друзья татары угощали мне понравилось следующий вопрос очень бы хотелось увидеть от вас упражнения на ягодицы сколько занимаюсь тело хорошо выглядит и попа мышечная но не увеличивается не помню у вас подобного видео друзья все очень просто для того чтобы попа была большой увеличивалась нужны приседания глубокие очень глубокие ниже параллели с широкой постановкой ног посмотрите мои видео о приседаниях почитайте мои статьи о приседаниях а после приседа делайте румынскую тягу в другой день делайте становую тягу и русские наклоны если вы уже опытный спортсмен можете добавить ягодичные мостики в каждую из тренировок на одной тренировке делая с большим весом на 6-8-10 повторений а в другой тренинг делать данное упражнение на 15-20 повторений соответственно с меньшим весом и между такими тренировками вставлять еще тренинг на окислительные мышечные волокна когда вы будете выполнять данное движение ягодичный мостик в медленном режиме 30-40 секунд работы 30-40 секунд отдыха с такой помощью с таким набором упражнений вы просто неизбежно через полгода обретете самую красивую сексуальную попку это я вам гарантирую спасибо, Егор, большое за внимание наставление я уже в очень хорошей форме результат на лицо буду продолжать и нет, кого не слушать большое вам на здоровье если вы снимете ролик о себе как вы тренируетесь и тестовую тренировку я лично буду вам очень благодарен и поверьте, очень многие девочки будут вам благодарны потому что это огромная мотивация мы выложим ваш ролик на моем YouTube канале так что жду от вас видео я боюсь становую делать занимаюсь без тренера знаю, что надо, но боюсь травмироваться совершенно хорошо, верно, что боитесь поэтому у меня есть много статей и видео изучите сначала матчасть, так называемую чтобы вы были гуру в плане теории техники затем берете телефон, видеокамеру и снимаете себя со стороны, как вы делаете становую тягу с очень-очень незначительным весом с разных сторон, с разных ракурсов поверьте, это будет лучше, чем работа со многими тренерами так как вы будете уже обладать мощным, базовым понятием знаний о технике становой тяги вы увидите, если у вас есть какие-то ошибки если есть какие-то нюансы, над которыми нужно поработать я вам гарантирую, это будет лучшая работа чем с 90% тренеров, которые сейчас работают в тренажерных залах попробуйте и отпишитесь какие упражнения лучше на дельты, на ваш взгляд? на мой взгляд, на дельты самые лучшие упражнения это на заднюю дельту, работа в пэк-дек обратном пэк-деке, это тренажер, батерфляй, бабочка затем, одно из лучших, самое лучшее выполнение экстензий, разгибание спины с одновременным разведением гантелей в стороны попробуйте, вы полюбите это упражнение как ничто другое оно в моем списке, наряду с приседами и становой тягой а также, когда вы ложитесь грудью на скамью под наклоном 30-35 градусов и начинаете выполнять разведение гантелей в стороны, на заднюю дельту здесь я люблю поработать уже с реально большими весами, не боясь травмироваться следующее упражнение для дельт, на мой взгляд, лучшее это жимы гантелей и разведение гантелей в стороны это на боковую дельту и обычные подъемы перед собой на переднюю дельту на переднюю дельту сильно много работы делать не нужно, потому что она работает во всех жимах и на грудные мышцы, и во всех жимах на дельты следующий вопрос делаю ниже параллели и глубоко, с широкой постановкой мне сказали, что нужно массу увеличивать, чтобы росла не совсем понял вопрос если хотите, чтобы я проконтролировал вашу технику снимите себя со стороны, как вы делаете упражнения с разных ракурсов только не вертикальное видео, пожалуйста пришлите мне его в личку и я скажу, есть ли у вас ошибки а вы даже против кардио при подготовке на соревнованиях по бикини да, девчонки, я против классического кардио в принципе помните, я тренировал Таню Федорищеву с канала Т-Джим помните, какой она пришла в форме и какой она стала после всего 5 месяцев работы со мной мы не делали никакого кардио в принципе иногда она делала только интервальное кардио кардио мы использовали только в качестве разминки перед силовой тренировкой и в качестве заминки после силовой тренировки но мы ели бананы после тренинга сразу же после окончания силовой работы после последнего повторения последнего упражнения последнего подхода это очень-очень важно для того, чтобы инсулин направлял все питательные вещества в мышцы а не в жир и поэтому, если вы не принимаете никаких анаболических стероидов то лучшее кардио, которое для вас может быть это прогулки вечером с любимым человеком перед сном 30-40 минут поверьте, есть примеры тот же Дориан Яц так поступал и был одним из самых массивных и самых рельефных но мы отличаемся от соревнующихся атлетов тем, что не употребляем никакой фармакологии поэтому нам важно не просто сжигать жир но и не давать мышцам пережигать а организм так устроен, что он будет в первую очередь избавляться от мышц сохраняя жирок поэтому нам нужно очень грамотно обходить все эти настроенные тысячелетиями эволюции законы изучайте мои статьи, там все более подробно рассказано, как, почему и зачем как отличать, какими углеводами загружаться во время загрузки медленными или быстрыми или же разницы нет друзья, лучше всего загружаться, естественно, медленными углеводами но, опять-таки, это нужно смотреть на весь ваш цикл периодизации в плане питания, я сейчас говорю на мой взгляд, быстрые углеводы нужно есть только после окончания силового тренинга во все остальное время лучше всего придерживаться медленных углеводов Таня загружалась мы с Татьяной делали всего один, я сейчас точно не помню, или два дня легкой загрузки перед соревнованиями но, как таковой, общепринятой загрузки мы не делали мы грамотно, правильно питались мы не создавали супер рельеф как вы видели, фигура у нее была просто шикарная отличная, на мой взгляд, лучшая на соревнованиях так что, вы все это можете посмотреть в моих роликах я ведь свои ролики с Таней не удалил, они все есть на канале хорошо, я немного подсушусь и обязательно сниму видео девчонки, но эти отговорки все всегда приводят, вы же сами говорите, что вы в прекрасной форме не стесняйтесь, снимайте видео сейчас, присылайте когда подсушитесь, еще больше сделайте новый видеоролик, пришлете это будет еще одним поводом сделать видео и показать, насколько, как хорошо вы улучшаетесь от дня к дню и мотивация для многих девчонок при выполнении румынской тяги появляется межпозвонковая грыжа техника подвела с помощью ваших видео и упражнений восстановился и вернулся к тренировкам любимым приседаниям спасибо да, на здоровье я очень часто получаю такие сообщения, что меня очень сильно радует уже больше тысячи человек благодаря моим советам на самом деле методики, это не мои только у югия есть свои методики я взял общепринятую практику из йоги добавил практику грамотных пауэрлифтеров делать постоянно в конце каждой тренировки гиперэкстензии а от себя добавил только делать экстензии в начале каждого тренинга периодизируя это все по принципу различных типов мышечных волокон и, друзья, очень много подобных благодарностей я слышу и сам благодарен себе, что начал все-таки это делать и приседаю, и тяну сейчас без опаски поэтому, если хотите поблагодарить найдите мои статьи об этом в видеоролике и сделайте репост у себя в соцсетях я буду вам благодарен за это а по какой схеме делаете интервальное кардио две минуты отдыха не слишком много нет, у меня есть статья подробная где я расписываю, почему и как нужно отдыхать между мощными быстрыми выбеганиями именно две минуты это очень важно, если вы хотите сохранять здоровым свое сердце вообще не гробить организм поэтому не всегда то, что больше, лучше всегда важнее качество помните об этом а у вас есть статьи, как правильно перейти на питание с избытком калорий да, друзья, есть видео и статья о том, как правильно переходить вообще постепенно на правильное питание эти же принципы подходят и для того, кто хочет похудеть избавиться от жира и для того, кто хочет набрать постепенность и плавность в любом изменении своей жизнедеятельности важнее всего именно для того, чтобы не навредить себе особенно, если у вас очень большой избыточный вес помните об этом а почему вы думаете, что после бананов инсулин будет именно в мышечные клетки отправлять питательные вещества, а не в жировые если хотите это все подробно понять, изучить чтобы я здесь не затягивал на целый час у меня есть статья инсулин изучите его потому что инсулин это транспортный гормон самый сильный анаболический гормон который как раз таки несет все питательные вещества во все клетки нашего организма и от того, когда и как вы тренируетесь когда и что вы едите зависит, что и куда будет отправлять инсулин и это думаю не я это думают современные ведущие диетологи подчеркиваю, спортивные диетологи медики изучайте, все есть в открытом доступе как вы относитесь к тренингу на голодный желудок тренируюсь рано утром за два часа поесть не могу ограничен по времени лучше конечно не тренироваться сразу после пробуждения это вредно но если я сам так делал когда не было выхода когда работал посменно я тоже не ел перед тренировкой либо выпивал легко усваиваемый коктейль из банана и протеина и пока доходил доезжал до работы проходило где-то 40-45 минут но все таки лучше потренироваться на пустой голодный желудок чем на полный желудок кто пробовал тот поймет почему в выпадах в ходьбе со штангой на плечах сколько достаточно делать шагов на каждую ногу 10 шагов 15 шагов такой диапазон повторений вы должны соблюдать вы советуете делать углеводные ямы да, я именно за то чтобы питаться это будем так говорить с углеводными ямами когда вы чередуете высокоуглеводные дни со среднеуглеводными днями и низкоуглеводными днями организм не включает никакие стрессовые гормоны чтобы удержать накопленный жирок и избавляться от мышечной массы это самый лучший и проверенный способ гораздо безопаснее вообще безопаснее чем отказ от углеводов что сейчас является полной глупостью и неправильным подходом к питанию когда делаешь становую тягу на прямых ногах в верхней точке надо ягодичные зажимать как Яна Кузнецова показывает современные американские фитнес-дивы работают так и в приседаниях и в румынских тягах и в становых тягах я этого крайне не рекомендую делать ни в одном из упражнений этого не нужно делать такое зажимание дополнительно ягодиц нужно делать в более изолированных упражнениях таких как ягодичные мостики отведения ноги разведения ног в тренажере если вы их делаете но в приседах особенно в румынских тягах не нужно этого делать и еще обращаю ваше внимание старайтесь не называть румынскую тягу тягой на прямых ногах это многих сбивает стол никогда нельзя делать никакую тягу на прямых ногах коленки всегда должны оставаться в согнутом положении что на самом деле и более эффективно нежели если вы будете распрямлять колени целиком и полностью но самое главное это безопасно делаю такое интервальное кардио 2 минуты ходьбы 2 минуты легкого бега 2 минуты быстрого бега а таких 3 круга минимум ну молодцы но лучше все таки делать 2 минуты очень легкой ходьбы к примеру а затем делать 20-30 а потом дойти до 40 секунд очень очень быстрых выбеганий Когда вы представляете что за вами гоняться бешеные собаки из Resident Evil. И вам просто кровь из носу нужно взлететь от скорости вашего бега. И вот так 20 минут у вас получится где-то 8-7 выбеганий. Лучший вид интервального кардио. И безопасный. Перед становой тягой вы делаете экстензии так же, как и перед приседаниями? Конечно, обязательно. Чередую, причем экстензии, их 4 вида, и каждый раз я их чередую. Ну, давайте еще последний вопрос. Как относитесь к хлебцам? Друзья, я к любой еде отношусь нормально, если это не трансжиры, если это не жиры быстрые с углеводами, если это не сахара. Любая пища может и должна быть вами использована грамотно. И тогда все будет вам на пользу. Спасибо, что были со мной. Не забывайте присылать ваши видеоролики. Не забывайте ставить лайки, писать, что вам понравилось. Обязательно пишите, что вам не понравилось. Ставьте дизлайк. Все это помогает мне делать канал лучше. И давайте все-таки, почему я еще прошу от вас обратную связь в виде комментариев, хороших и не очень, и главное видеороликов. Я хочу делать наш канал лучше, в первую очередь для вас, чтобы мы все могли общаться. Создать не канал Егора Рубанова, Heavy Metal Gym, а создать канал всех здравомыслящих людей, которые хотят грамотно тренироваться, делиться друг с другом и не углубляться в какие-то бесполезные зарубы, обливание одного блогера дерьмом других. Мы с вами должны быть выше всего этого. Лично я считаю, человек, который ищет говно вокруг, выкладывает его в своих блогах, а еще не дай бог создает группу подобную или блог, ну человек сам является говном, поэтому притягивает в себе говно. Не хочу, друзья, чтобы мы с вами были мухами или говном. Давайте будем медом или пчелами. Будем помогать друг другу. Такие ролики от вас будут и вам идти на пользу, и, что самое главное, будут мотивировать очень много других людей прийти и начать грамотно заниматься, строить свое тело, свое здоровье, свое сознание. Всем пока! Увидимся в следующий раз в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями, просто сделав припост. Всем пока! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok